Капитан Капитаны Капитан 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 Если мы поставим на счет-нечет в индексе Dow Jones, это будет наиболее объективный способ, потому что те люди, которые заранее знают, как закрывается биржа, этим людям в КВН играть незачем. И мы таким образом проводили жеребевку всех конкурсов. На основании этого мы выбирали, кто и когда выступает. Если я правильно помню, первыми свою версию, свой вариант, свое предложение по спасению мира нам предоставляет капитан команды КВН Гарварда Леонид Мирный, секундант Дэвид Гомарник. Вначале о том, как спасти мир по-американски. Один день спасательной мира. Дневник. Утро. Встал. Открыл холодильник. Спас мир от глобального потепления. Закрыл холодильник. Спас мир от глобального похолодания. Дотолкал машину до работы. Спас два литра бензина. Списал с налогов. На работе нахамил начальнику. Освободил рабочее место для двух китайцев и трех индусов. Вечер. Не вывел жучку на улицу. Спас мир от загрязнения. Вывел жучку на балкон. Спас жучку. Пошел спать с женой в разных комнатах. Спас мир от перенаселения. Два раза. Ночь. Покурил марихуаны. Похоже, мир спасен. А в это время по другую сторону океана. Место действия. Российская спасательная подводная лодка класса Му-Му. Боевая задача. Спасти мир любой ценой. Но лучше в долларах. Лодка была забыта еще со времен Холодной войны. Но благодаря глобальному потеплению отмерзла. И отмороженные российские моряки поплыли спасать мир. Ну, что там видно? Ты не поверишь. Мне тут, кроме Аляски, видна еще Сара Пелин. Еще что видно? Мля. Мля. Ни хрена не видно. Читай слева направо. Земля. И все? Мы что, в космосе? Читаем бортовой журнал. Пора бы перестать разговаривать с торпедами. Особенно это касается Старкома и других старпедов. Вчера ходили спасать белых медведей. Трех спасли на ужин, остальных занесли в Красную книгу. Еле занесли. Вот только зря ты долбанул по этому вулкану в Исландии. Ну, он мне, во-первых, горизонт закрывал. А во-вторых, кто ж знал, что его так заколбасит? И че они там курят в этой Исландии? И эту нефтяную платформу тоже мы зря перископом зацепили. До сих пор перископ болит. Итак, вторник. Пришло задание решать экономический кризис. А че там решать? Слово «банк» из четырех букв по вертикали. Боцман уже неделю только по горизонтали. Частое выражение инвесторов из трех букв. Пнули боцмана. Он подсказал. Вот. Тот, кто не платит нам зарплату. Очень длинное слово, которое все время говорит старпом. Среда. Так, второй день не можем погрузиться. Боцман отказывается сдувать надувную бабу. Говорит, у них все серьезно. До свадьбы не сдует. И вообще, говорит, русские не сдуваются. Четверг. Хотели заказать суши. Потопили корейский плавучий ресторан. Думали, это суши-боут. Пятница. Старпом начал разговаривать с пингвинами. Говорит, что учит язык воображаемого противника. Суббота. А на седьмой день спасателей отдыхают. На сегодня мир спасен. Все всплывает. По традиции, капитан всплывает последним. Спасибо. Это было мнение по поводу спасения мира капитана и секунданта команды КВН «Гарвард» и компания. Сейчас мы обсуждаем это выступление. Вопрос от капитана Брандайса. Леня, ты уверен, что пока вы спали с женой в разных комнатах и спасали мир от перенаселения, кто-то другой в комнате твоей жены не восстанавливал демографический баланс? Во-первых, в другой комнате с женой спал мой секундант. Но я внимательно за всем наблюдал при помощи этого прибора. Спасибо. Вот такой ответ. Спасибо.